Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Коротко о главных темах выпуска. К запуску готова в Амурскую область. Для первого запуска с космодрома Восточный отправилась Самарская ракета. К цивилизации возвращается. Жители Гастелло скоро будут ходить по новому тротуару. Ресурсоснабжающая организация готовится платить штраф. Волна здоровья прокатилась по Самаре. Вырученные средства пойдут на поддержку развития здорового спорта. Аномально теплая погода стоит в Самарской области. Сегодня днем столбик термометра добрался до отметки 33 градуса. Последний раз столь теплым. Сентябрь выдался в 1957 году. Тогда в этих же числах температура воздуха достигала почти 32 градусов. Не всякое лето может похвастаться такими теплыми деньками. Правда, уже во вторник ожидается всего 22 градуса и дождь с грозой. Историческое событие. Из Самары в Амурскую область по железной дороге отправилась ракета-носитель «Союз-2.1А» для первого запуска с космодрома Восточный. Ракета-носителя типа «Союз-2» эксплуатируется с 2004 года. Но в этот раз специалисты Ракетно-космического центра «Прогресс» доработали ее для старта именно с Восточного. Сделано в Самаре специально для космодрома Восточный. Из-за дождливого климата Амурской области ракета-носитель «Союз-2.1А» стартует не с открытой площадки, как на Бакануре или Плесецке, а из мобильной башни обслуживания. Потому ракета-носителя снабжена парой и газоотводами за пределы башни. Добавится и система видеонаблюдения. Во время полета ученые смогут получать картинку с борта ракеты-носителя в реальном времени. Состав с ракетой-носителем вышел из цеха сквозь так называемые космические ворота. Считается, что те летательные аппараты, которые прошли сквозь них, ждет счастливая судьба. Однако заводчане все равно волнуются, ведь впервые ракете-носителю предстоит преодолеть путь в 7 тысяч километров по железной дороге. Маршрут выбран извилистый, без спусков и подъемов. Доставка особого груза на особых условиях. Со скоростью не выше 60 километров в час до восточного ракета-носитель дойдет за месяц с небольшим. В путь состав проводили гендиректор РКЦ «Прогресс» Александр Кириллен, гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и вице-премьер страны Дмитрий Рогозин. Именно самарцы, по сути дела, своим изделием ракетным открывают дорогу для России, свободный путь в космос, с нашей территории уже. Нам нужен гражданский свой космодром, нам нужны полные, абсолютные, стопроцентные гарантии выхода в открытый космос. И вот ракета «Союз» открывает эту дорогу. Тем более, что «Восточный» под нашим во многом техническим руководством строится. Наш «Тежмаш» Сызранский поставляет основной металл, не просто металл, а все конструкции, стартовые площадки, столы стартовые. То есть тоже ключевую роль играет наше предприятие, самарское предприятие. Первый запуск космодрома «Восточный» запланирован на декабрь этого года. Ракета-носитель «Союз-2.1А» выведет на орбиту космический аппарат «Ломоносов» и созданный в Самарском аэрокоссе малый космический аппарат «АЭС-2Д» и «Наноспутник». Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Исторический запуск этой ракеты состоится уже в декабре. Космическая промышленность Самары представляет особую важность, подчеркнул губернатор области Николай Меркушкин. Для страны это исключительно важно во всех отношениях. И для развития в целом народно-хозяйственного комплекса, социально-экономического развития страны. И очень важно для укрепления обороноспособности нашей страны то, что будет на этом космодроме запускаться. Вместе с губернатором посмотреть ледовое шоу в честь Дня города приехали председатель Губернской думы Виктор Сазонов и глава администрации Самары Олег Фурсов. В воскресенье 13 сентября столица региона будет праздновать свой 429-й день рождения. Поводов для гордости с каждым днем все больше. Строить новые школы, детские сады, идет масштабный ремонт дорог. Самар активно готовится к чемпионату мира по футболу. В 2017 году будут открыты 45-тысячная космос-арена, Гагарин-центр, Ледовый дворец. Губернатор пожелал самарцам здоровья и благополучия, а также призвал всех жителей города исполнить свой гражданский долг и прийти на выборы депутатов районных советов. День выборов совпадает с Днем города. В Самаре продолжается текущий ремонт многоквартирных домов. В этом году к запланированному списку добавились еще две сотни зданий. Управляющие компании вышли с инициативой поощрить тех горожан, которые приняли активное участие в выборах 2014 года. О том, какие плоды приносит активная гражданская позиция, расскажет наш корреспондент. Исторический центр – лицо города, которое необходимо поддерживать в должном виде. В этом уверены жители 136-го дома по улице Чапаевской. Рассказывают, фасад трехэтажного здания не реставрировали больше полувека. В прошлом году управляющие компании региона вышли с инициативой поддержать гражданскую позицию и провести отдельные виды ремонта в тех домах, чьи жители активно участвуют в выборах. Начинание поддержали в областном правительстве. Люди откликнулись, пошли голосовать. Все проголосовали. Все до единого. Сейчас мы видим, что власть не бросает слов на ветер. Чтобы высказать свою гражданскую позицию на выборы 13 сентября, жители также собираются идти всем домом. А пока, благодаря их активности за счет выделенных дополнительных средств, дом обретает былой внешний вид. Целиком фасад приводит в надлежащий вид. То есть, частично его очищают от старой штукатурки, так скажем. Наносят новые слои штукатурки и с последующей покраской. До конца года в Самаре по этой программе обновят около 200 жилых домов. Поддерживать активную гражданскую позицию планируют и в дальнейшем. И после выборов 13 сентября, на которых самарцам предстоит определить состав депутатов в райсоветах, перечень домов, где проведут отдельные виды ремонта, может пополниться. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Подъезд дома 111 по улице Георгия Димитрова лучше не придумаешь. На стенах свежая краска, на пластиковых окнах живые цветы. Но у жителей есть еще одна мечта. О ней они рассказали в рамках проекта на связи с губернатором. Наш корреспондент из микрорайона Димитровский. Подъезд дома 111 на Георгия Димитрова с недавних пор стал образцово-показательным. Свежая краска, цветы, пластиковые окна. Теперь, считают жители, пришло время заняться и двором, заасфальтировать пешеходные дорожки. Просьбу озвучили на общественных слушаниях по благоустройству района. Мы хотели бы, чтобы в нашем дворе сделали тротуары, бордюры, парковочные места для машины. Не чтобы заезжали на бордюры, а все по-современному. Общественные советы уже сейчас помогают жителям преображать район. Здесь ремонтируют дороги, высаживают новые деревья, благоустраивают дворы. От активности жителей напрямую зависит и решение проблем. На базах тех обращений граждан мы должны сформировать районный бюджет социальной направленности. Сюда должно войти, в первую очередь, это благоустройство микрорайонов, это медицина, это образование. После выборов 13 сентября в Самаре определится состав райсоветов. Собственный бюджет позволит перейти от планов к реальным шагам. А жители будут определять, что важно сделать в первую очередь. Валерия Макарова, Алексей Золотенков, События. Долгожданная площадка во дворе домов по московскому шоссе официально открыта. Жители по случаю устроили настоящий концерт прямо на новой сцене. В зрительном зале под открытым небом аншлаг. Эмоции жителей увидела Марина Матвейшина. Угощение со стола ребята сметают со скоростью света. Только и успевай подавать. Малыши в это время испытывают горькие качели на прочность. А представители старшего поколения заняли зрительские места и наслаждаются концертом. Во дворе домов по московскому шоссе настоящий праздник. Площадку благоустроили по программе «Двор, в котором мы живем». Тут был просто пустой двор, какие-то одинокие качели стояли. Мы сюда приходили гулять с друзьями, но сразу ходили. Ну вот честно, как мне, танцору больше всего понравилась эта, конечно, сцена. Потому что обычно мы выступаем на обычных площадках, там, где негде переодеваться. А тут все обустроено. Детская площадка, дорожки, скамейки. Жители в восторге от результата. Тем более, что за ходом работ наблюдали все лето. Следили за выполнением этих работ. То есть какие-то недочеты, если не выполнялись, мы указывали на эти недочеты. То есть совместная инициативная группа и жители этого двора. То есть мы вот как раз контролировали полностью весь процесс. Теперь, говорят жители, отмечать праздники будут, как в старые добрые времена. Всем двором. И сцена поставать не будет. Концерты, Новый год, Масленица. В планах десятки приятных событий. Марина Матвеевшина, Павел Пресняков. События. Приятные события для жителей дома по улице Гастелло случится совсем скоро. Они смогут, наконец, ходить по пешеходной дорожке. Раскопки в их дворе завершаются. Перекладка трупа растянулась на все лето. За что ресурсоснабжающей организации поплатилась рублем. Благоустраивать после ремонта в ближайшие дни начнут еще семь объектов в городе. Остальные пока в работе. Есть опасения. На 40 объектах подрядчики не успеют уложиться в срок до 15 сентября. Об этом доложил первый замглавы администрации Самары Владимир Василенко на оперативном совещании в мэрии. К таким организациям необходимо применять самые строгие меры, отметил глава администрации города Олег Фурсов. Штраф за срыв сроков для организации доходит до полумиллиона рублей. Не умеют люди работать, значит должны платить деньгами за неудобства для жителей Самары в виде административных штрафов. А здесь тоже принципиальная позиция нужна. Подведены итоги главного конкурса для студентов Самарского региона «Студент года-2015». Это ребята, которые завоевывают медали на международных соревнованиях, вносят вклад в науку, активно участвуют в жизни общества. Конкурс «Студент года» стартовал в 2011-м как городской и вскоре получил статус областного. Все подробности у Валерии Макаровой. Гимн студенчества для лучших студентов региона. Четвертый год подряд в губернии награждают самых талантливых представителей молодежи. Десять номинаций, десять направлений деятельности – наука, творчество, волонтерство, спорт. Первые лица области и города уверены, именно за такой молодежью будущее. Мы многие специальности поддерживаем, у нас много стипендий разного рода доплачиваем. И это мы будем делать и дальше, и более того. Будем увеличивать и гранты, и премии, и стипендии тем студентам, которым будут добиваться результатов. Самарское студенчество традиционно славилось своим энтузиазмом, своей целестремленностью, своими, если хотите сказать, амбициями. Вы активно работаете в сфере IT-медицины. Вы делаете спутники. Вы участвуете в охране общественного порядка. Мы приветствуем ваши начинания. Конкурс «Студент года» становится все популярнее. В этот раз жюри получило почти 300 заявок. Главная номинация и интрига конкурса, конечно, гран-при. Особенно почетно получить награду из рук губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Данилина Елена Васильевна! Елена Данилина учится в Самарском экономическом университете. Одновременно получает два высших образования. Рассказывает все свое время, посвящает общественной, научной и волонтерской деятельности, за что не раз получала высокие награды. В этом году на Парад Победы я была послом Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы. Ездила в Москву на Парад на Красной площади, идти в Бессмертном полку в одном ряду с Владимиром Владимировичем Путиным. И считаю, что это огромная честь, которая была мне оказана от Самарской области. В этом году конкурс стал региональным этапом российской национальной премии «Студент года-2015». А значит, самарские студенты будут представлять регион уже на федеральном уровне. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Самарский союз молодежи, региональная лига КВН, центры социальных проектов. О своей работе рассказали представители самарских молодежных организаций. Второй информационный марафон возможности для молодежи посетила и наша съемочная группа. День российского флага, благотворительный марафон, чувствовать себя причастный к важнейшим событиям города. От этого дух захватывает, делится Анастасия Сычева. Летом девушка стала волонтером Самарского дома молодежи. Я считаю, что это очень полезно, что я смогу как-то помочь людям, принести им частицу добра и свою позитивную энергетику. Десять ведущих молодежных организаций Самары. Как стать частью активного общества студенты СГЭУ услышали одними из первых. На лекции своим опытом со студентами поделились руководители молодежных сообществ города. Информационный марафон уже приносит свои плоды. Формируются новые команды КВН, которые идут в Самарскую городскую лигу КВН. Появляются новые волонтеры, которые записываются и участвуют активно. Огромное количество ребят. Мы начинаем подготовку волонтеров уже к чемпионату мира по футболу. Прежде всего это лидерские качества. Вот этому они должны научиться. Получить профессиональные знания и навыки, будучи студентом, этого недостаточно для того, чтобы проявить себя как личность. Информационный марафон возможностей для молодежи в течение двух недель пройдет в 12 вузах города. Алина Чемерес, Алексей Золотенков, События. На сайте администрации Самары продолжается голосование за или против платных парковок. Это позволит упорядочить движение автотранспорта. Согласно проекту, платные парковки могут размещаться в исторической части города, в границах улиц Пионерская и Осипенко. Ваше мнение можете высказать и вы. Адрес сайта вы видите на экране. 25 площадок, более 200 команд со всей страны. Грандиозные спортивные события. Самара Оупен в память о заслуженном тренере Юрии Тюленневе прошло в областной столице в шестой раз. Сначала близкие коллеги возложили цветы к мемориальной доске на доме, где жил легендарный тренер. Затем на площади Куйбышева состоялись баскетбольные матчи. Призовой фонд для участников составил 100 тысяч рублей. Турнир развивается, турнир приковывает интерес многих. Я считаю, десятки тысяч болельщиков, любители спорта, следят за этим турниром. И турнир уже стал такой определенной баскетбольной меккой здесь в Самаре для участников из многих регионов нашей страны. Самой зрелищной игрой на Самара Оупен стал матч звезд. Сборная представителей власти схлестнулась в стритбольном поединке с командой тренеров Самарской области. Волна здоровья прокатилась по всем городам России. Самарцы приняли участие в благотворительном марафоне «Вставай и беги». Вырученные средства пойдут на поддержку и развитие дворового спорта. Бежали представители многих организаций, в том числе наш коллега Павел Губанов. Свои пять километров пробежали и сотрудники управляющей компании ЖКС. Благотворительный марафон «Вставай и беги» вывел на старт в Самаре порядка тысячи участников. Среди них школьники, профессора, рабочие, представители власти, спортсмены. Самую длинную дистанцию пробежал и сотрудник телеканала «Самары ГИС» Павел Губанов. Я узнал то, что есть благотворительный марафон, поэтому подумал, почему бы не пробежать и тем самым не помочь детям или людям, которые действительно в этом нуждаются. Ну и не лишним будет польза для своего здоровья. В забеге приняли участие также сотрудники управляющей компании. Цели этой акции, этого грандиозного события в целом совпадают и с целями нашей управляющей компании. Те средства, которые будут собираться благодаря этой акции, будут направлены на благоустройство и устройство спортивных площадок наших дворов, наших жителей. Приближая тем самым возможность жителей участвовать в спорте непосредственно в своих дворах. Жилищно-коммунальная система выставила на марафон 20 любителей физкультуры. К старту готовились все свободное от работы время. Я начала бегать полмарафона год назад. На многих выступила уже в соревнованиях. И очень захотелось заразить этой любовью к бегу своих сотрудников. Я старалась продвигать тему того, что они должны выходить на пробежки по утрам. Но пока, по-моему, у нас не очень много участников в этом году, но мы надеемся, что их число будет расти. И очень приятно, что откликнулась молодая часть нашего коллектива. Коллектив ЖКС в полном составе пересек финишную черту навстречу плодотворным трудовым будням. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. Погода за окном не может не радовать. Вот и у самарцев, судя по фото, выложенному в Инстаграм, начался второй пляжный сезон. Ну как можно не любить такой теплый город? Вы тоже можете признаться в любви к Самаре и принять участие в конкурсе нашего канала. Присылайте снимки с хэштегом «Самара429». Уже совсем скоро, 10 сентября, мы определим победителя, который и получит приз от партнера конкурса компании «Ситилинг Самара» 13 сентября на главной площадке празднования Дня города. Удачи всем участникам! Нам требуются профессиональные журналисты и телеведущие. Свои резюме присылайте по адресу infosobakasamaragist.ru А теперь новости экономики. Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый – это бумажник. Но у россиян он все более тонкий, так что даже к автокредитам они теряют интерес. Даже льготной программы автокредитования хватило всего на три месяца до июля. А потом кредитование снова пошло на спад. В июле банки выдали автокредитов на 29,8 млрд рублей, что на 2,6% меньше, чем в июне. Главным фактором, негативно влияющим на автокредитование, стало заметное снижение спроса на автомобили. Большинство потребителей купили машины в кредит в первые три месяца действия госпрограммы, когда цены на автомобили и курс рубля находились на достаточно стабильном уровне. Ближе к осени рубль снова обвалился, а производители подняли цены. И стало совсем не до кредитов. Может, оно и правильно с такими-то ставками. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2015 года упадут на 4-5%. Как сообщал ранний Росстат, в июле этого года средняя зарплата в стране составила чуть более 31 100 рублей. Зарплата граждан выросла на 9,9% по сравнению с прошлым годом. Однако темпы роста годовой инфляции все еще выше – 15,8%. В целом, с начала года реальные доходы населения упали на 2,9%. Вот еще одна причина не брать автокредиты. Нынешний год стал рекордным за последние 20 лет по спаду выездного туризма. За первые полугодия выездной турпоток из России сократился на рекордные 33%. В пятерку стран, больше всего пострадавших от снижения российского турпотока, возглавляет Словакия. На втором месте оказался Тунис. Ну, это из-за терактов. Замыкает тройку лидеров Канады. Менее всех пострадали Бельгия, Сербия и Нидерланды. Единственная страна, в которую россияне стали ездить чаще – Румыния. Согласно оценкам туроператоров, из-за кризиса и падения рубля они потеряли порядка 30-50% клиентов. Российский фондовый рынок открылся снижением по отношению к основной торговой сессии пятницы. Индекс ММВБ в первую минуту торгов снизился до отметки 1697 пунктов. Среди лидеров падения – бумаги Фармстандарта, Мвидио, Интеррао, Мегафона, ФСКС, акции ВТБ, Сургутнефтегаза и НМТП. Лидеры роста – Префы Мечила, Полиметалл, Солерса, Дикси, Фосагра, Русгидра, Префы Башнефти, Распадская и Аэрофлот. Перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Закрытие европейских и американских бирж состоялось в красной зоне. Азиатские биржи открылись снижением. Это были новости экономики и я передаю слово нашему спортивному обозревателю Сергею Кизоркину. Анастасия Павличенкова и Алла Кудрявцева вышли в 1-8 финала открытого чемпионата США по теннису. Военные летчики проиграли кубогубернатора Тамбовской области. В предсезонных матчах баскетбольная Самара не знает поражений. Баскетболисты Самары продолжают подготовку к чемпионату Российской суперлиги. Накануне в Алжане в двух товарищеских играх одержали две победы над Иркутом – 64-59 и 66-61. Хотя начало было за гостями и разница составляла порой 13 очков. Но самарцы смогли вернуть себе преимущество и уверенно доиграли до двух побед. Снайперами в матчах оказались Евгений Минченко, Руслан Абдулбасиров, Алексей Щепкин, Александр Варнаков и Максим Кривошеев. На пути к хоккейному трофею Тамбовской области самарские военные летчики проиграли Саранской Мордовии 1-2. Единственную шайбу за ЦСКА ВВС забросил Гарипов. Не смогли уйти от поражения самарцы и с Тамбовской командой 2-3. Третья игра получилась более плодотворной. Авиаторы победили со счетом 4-3 Смоленский-Славутич. В итоге ЦСКА ВВС остался без кубка губернатора. Самарченко Анастасия Павлюченкова в паре с Аллой Кудрявцевой вышли в 1-8 финал открытого чемпионата США по теннису. Очередную победу на турнире россиянки праздновали над румынкой Моникой Никулеску и украинкой Ольгой Савчук со счетом по партиям 7-6-6-3. Очередной тур Павлюченкова-Кудрявцева сыграют с итальянским тандемом Карин Кнап и Роберто Винчи. Телеканал Самаргиз теперь доступен жителям Третьей Просеки, а также микрорайонов Крутые Ключи и Шведская Слобода. Настройте Самаргиз в кабельной сети EGS Telecom на частоте 255 и 25 МГц или установите автоматическую настройку каналов в базовом и расширенном пакетах. Все вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok